Соревнование открыл глава муниципального образования город Десногорск Андрей Шубин. Обращаясь к участникам, он пожелал им успешного выступления и ярких побед. Девиз проекта «Территория всех, победа каждого». Он направлен на привлечение интереса детей, подрастающего поколения и молодежи к здоровому образу жизни. В проекте участвуют все муниципальные образования области. Независимо от того, занимаются ли юные смоляне в спортивных секциях или нет, все они смогут попробовать себя на баскетбольной площадке. С помощью таких мероприятий мы выбираем лучших спортсменов и уже присматриваемся, кто бы мог пойти в детско-юношескую спортивную школу, затем в детско-юношескую спортивную школу Олимпийского резерва, и уже потом к нам в училище Олимпийского резерва. Поэтому, преследуя эти мероприятия, мы говорим о развитии профессионального спорта в нашем регионе. Главное, чтобы что-то развивалось дальше, чтобы был какой-то результат. В нашем городе при поддержке Смоленской атомной электростанции баскетбол развивается усиленными темпами. У нас созданы все условия для занятия этим видом спорта. Построены новые современные площадки, уникальные, единственные в Смоленской области, оборудованы по последнему слову спортивные залы. Город Десногорг стал центром развития баскетбола Смоленской области, за что мы очень благодарны и руководству атомной станции, муниципальному образованию, и, конечно, Федерации Смоленской области баскетбола в лице ее президентов, имена Сергея Геннадьевича. В этот раз в турнире участвовали три команды из летних оздоровительных лагерей Десногорска. Игры проходили в дружеской атмосфере. И, несмотря на то, что все они не профессионалы, ребята играли очень активно, сплоченными командами, нацеленными на победу, выкладываясь на все сто. Не забыли и про болельщиков. Для них в перерывах между играми были организованы конкурсы, в которых каждый мог попытать свою удачу и получить приз – баскетбольный мяч. В результате упорной борьбы третье место заняла команда Дома детского творчества. Второе и первое места достались ребятам первой школы. Все участники соревнований получили в подарок от организаторов спортивную форму, в которой они играли, а также грамоты, кубки, медали и командные призы.